Все началось с того, что друг попросил меня посмотреть на игру Тригон Спейс Стори. Несмотря на большую нелюбовь к играм про космос, решил попробовать и после первого часа, честно говоря, не понравилось. Но потом, на одном канале я увидел первый взгляд, в котором было сказано, что игра потрясающая. Я конечно скептически отношусь к такому мнению после часа игры, но я решил проверить, потому что мало ли, может чего-то я не понял, может я был не очень в настроении, когда начинал играть. И поиграл больше, порядка 5 часов, я могу поделиться своим мнением, которое оставил. Если говорить про сюжетную часть, то честно говоря, она очень невыразительная. Буквально первые минуты 20 игры, возможно, вы будете читать диалоги, которые здесь есть в игре, но персонажи совершенно не воодушевленные, то есть просто какие-то постоянно маленькие вбросы текстов и так далее, поэтому ты не чувствуешь совершенно никакой связи с здешним миром и здешней расой, и то, что происходит, в целом не вызывает какого-то откликов в сердце, в душе и не вызывает восторга. Как это все работает? Вы путешествуете по системам, видите, что на какой-то планете где-то находится миссия, прилетаете, появляется небольшой кусочек диалога, вы проклацываете, там есть опциональность, спор нет, даже есть элемент рандома, соответственно, если вы одно и то же сделаете несколько раз в разных заходах, то может быть разный результат. Но, помимо этого, большинство ситуаций заключается просто в том, что мы решаем помочь местной полиции или не помочь, убить пиратов, не убить и вот подобные ситуации, то есть постоянно в основном все сводится к тому, что либо мы берем помощную миссию, либо мы с кем-то деремся, либо мы просто вообще ничего не делаем и получаем за это какие-то ресурсы. Отдельно отмечу, что если на корабле есть какой-то персонаж, который владеет какими-то навыками хорошо, например, сильный инженер, то в определенных диалогах будет опция использовать его навыки для того, чтобы получить какие-то преимущества. Это, насколько я заметил, действует универсально, то есть если у вас есть оранжевая опция диалога там, где есть особые навыки этого персонажа, то по сути вы всегда получаете какой-то бонус, это будет либо более дешевые там товары, либо какое-то решение с ситуацией, ну и зачастую это приведет к тому, что вы получите хороший такой бонус или скидку и в таком духе. Что касается побочных миссий, то это по большей части какое-то спасение кораблей, отправка посылок и вот все подобное, поэтому, ну честно говоря, совершенно не цепляет сюжетная часть. В принципе, для Рогалика это такое, не скажем, что самое важное, но здесь вот максимально мимо. Очень важно упомянуть, что игра очень похожа на Faster Than Light. Такая очень нишевая игра, но из того, что я вижу, что вот Faster Than Light и Into the Bridge, это две такие стратегические игры, которые по своим концепциям выглядят очень просто, но по своей глубине очень интересные, поэтому люди в них играют до сих пор и у них есть достаточно большое такое комьюнити, которое интересуется таким геймплеем. Поэтому некоторые люди называли эту игру Faster Than Light 2, некоторые сказали, что это просто дешевая поделка, которая ничего в этот мир не приносит интересного. В этом видео я не буду проводить какие-либо сравнения, потому что мое видео для широкой аудитории, я хочу рассказать про те механики, которые влияют на игровой процесс и восприятие игры в первую очередь. Чтобы максимально коротко дать понимание, как происходит игра, я расскажу вам на примере, конкретного игрового эпизода. Смотрите, у нас есть команда, она находится на корабле, как видите, у нас три человека, вот они отображаются, мы их нанимаем в барах на космических станциях, а также можем по ходу наших приключений и наших квестов встретить, они к нам присоединяются. У каждого из этих специалистов есть определенные перки, но это здесь у меня слабенькая партия, то есть тут они всего второго уровня, соответственно, у них есть перки, например, здесь здоровье увеличено, ну, перки там поинтереснее, я еще покажу в видеоряде. Суть в том, что у нас есть команда, которая оперирует, управляет этим кораблем. Мы можем свободно ими перемещаться по кораблю. Есть корпус корабля и щит корабля, есть корабли разные, в зависимости от компании, если мы проходим дальше, мы можем открывать новые корабли, у них разный набор оружия, разный набор базовой команды и, соответственно, разный набор параметров. То есть мы, начиная игру, имеем вариативность, при условии, что мы игру успешно проходили, потому что это у нас Роджи-лайк чистый, поэтому между прохождениями мы просто разблокируем некоторые вещи, но, по сути, прогрессии не получаем. То есть мы разблокируем определенные вещи по ходу достижений в игре, но, чтобы продвинуться дальше, нужно конкретно ее пройти. Если мы пройдем, мы разблокируем новые возможности. Если же не пройдем, то эта команда и корабль будут с нами очень долго. Из важных параметров у нас есть кредиты, местные деньги, лом, который мы покупаем и выбиваем из противника, чтобы чинить и улучшать наш корабль, также еда, топливо и также бонусные параметры. Это уклонение, среднее значение кислорода и игровой день. Про разыскиваемость я сейчас немножко расскажу еще больше. Также у нас есть разные части корабля, которые мы постепенно развиваем. То есть у нас есть, например, генератор щита, гипердвигатель, методсек. Как это работает? Например, у нас есть 2 поинта в гипердвигателе, в любой момент можем их снять, перекинуть сюда, методсек будет работать. Если у нас есть 0, соответственно, он есть на корабле, но он не функционирует, поэтому нужно его запитать. Таким образом, по мере прокачки мы получаем определенные бонусы. Например, если щит прокачан до 2, у нас тут щита будет 20 максимум. Если мы снимаем, максимум 10. Так же самое для каждой категории. Соответственно, например, если методсек прокачать, будет быстрее прокачка. Если модуль жизненное обеспечение прокачать, будет больше вырабатываться кислорода и еды. Соответственно, еда будет медленнее расходоваться и будет немножко легче, в плане того, что не будет потерь денег и ресурсов на еду. Если прокачать оружейный отсек, то мы получаем доступ к большему количеству оружия. То есть каждое оружие нужно запитать. В данном случае у нас 3 поинта, соответственно, можем запитать 2 оружия. Если мы снимаем поинт, видите, тут не хватает одного поинта, соответственно, мы уже не можем его запитывать. Возвращаем обратно, отключаем это оружие, включаем это оружие, соответственно, у нас снова есть 2 оружия и пользуемся ими. Также есть другие параметры, можем там открывать, закрывать шлюзы при желании и так далее. Как происходит сражение? У нас помимо того, что мы должны менеджить корабль, на котором постоянно происходят пожары и так далее, там в футажах дальше будет видно много. Мы видим корабль, в котором есть разные такие же элементы, как у нас на корабле. Мы берем оружие и выбираем, куда стрелять. В данном случае, например, у меня есть оружие, которое стреляет хорошо по щиту, которое защищает корпус корабля. Поэтому мы понимаем, что выгоднее сначала выстрелить с него. У него куда он больше, но если мы, грубо говоря, сразу же попадаем по щиту, пробиваем его, то потом можем сразу же корпус добить, практически сразу же моментально. Выбираем выстрел по щиту. Отжимаем паузу. Он ушел в стелс. Ждем. Достреливаем. Видим, он по корпусу пошел. Все, мы выбрали автоматический режим стрельбы, поэтому, собственно, сейчас будет корабль стрелять по всем этим элементам корабля противника. Соответственно, мы видим, что они становятся покоцаны, и чтобы их починить, ему нужно раскидывать своих бойцов. В данном случае, это был корабль-беспилотник, такой очень легкий, поэтому, собственно, мы его убили очень быстро. Получили кредит и лом. Попадаем на такое окно. И здесь мы разберем важные механики сразу же. Первое, как я говорил, все чиниться путем использования бойцов. То есть, мы, например, перекинули бойца сюда, он начинает чинить нам щиты, соответственно, у нас лимит повышается. Корпус у нас полмался, мы берем, заходим сюда, вот мы можем починить корабль. То есть, мы видим, где у нас там стоят люди. И, кроме этого, мы должны понимать, что если корпус будет полностью разрушен, или капитан корабля умрет, пилот, то мы проигрываем. Поэтому нам нужно постоянно поддерживать корабль в хорошем состоянии. Кроме того, все эти системы, что я описывал, можем усилять. То есть, вот видите, мы на это используем лом. То есть, мы лом используем, чтобы, во-первых, чинить корабль, во-вторых, чтобы усиливать разные элементы. Ну и также по квестам бывает нужно куда-то его отдать или использовать и так далее. Что важно понимать в этой игре? Что нужно знать? То, что, вот, например, сейчас мы находимся после битвы, мы сейчас находимся в активном мире. Несмотря на то, что на экране ничего не происходит, мы сейчас можем быть под нападением противника. Поэтому, если мы, например, имеем высокий уровень разыскиваемости, у нас очень сильно повышена сложность боев и вероятность атаки, то мы можем здесь вот просто пока чиним щит, например, уже получить атаку за атакой и так далее. И это очень расстраивает, потому что ты не можешь ослабиться вообще никогда. То есть, ты провел битву, ты ходишь там починить корабль, разобраться, подумать, можешь какое-то улучшение корабля сделать. Но нет, у тебя очень все быстро, поэтому нужно принимать решение быстро. Есть, конечно, пауза, все такое, но не всегда это доступно, потому что, например, если горит половина корабля и тебе нужно все это тушить, то у тебя бойцы пока бегают, ты пока пытаешься разобраться со всем, тебя могут еще раз напасть, там разбить, покосать, и это сильно бьет по экономике. Также очень важен вот этот параметр разыскиваемости. То есть, как это выглядит? Мы открываем карту, мы видим, вот у нас, куда можно полететь. Здесь, чтобы вы понимали, вот легенда, то есть, вот эти все значки, они дают понять, что у нас тут есть на карте. То есть, грубо говоря, есть обычные системы, есть системы с переходом, вот это вот называется выход из сектора, то есть там какой-то мини-босс. И также есть другие системы, соответственно, мы видим, что здесь много элементов есть. Самое важное это магазин, вот он, и, собственно, бои. Все остальное хаотичное, то есть, на этой ячейке, например, если мы прилетим, там может быть какое-то событие. Попадая на локацию со станции, где можно поторговать, мы, наконец-то, попадаем в мир, где мы можем стоять на паузе. То есть, здесь мы можем чиниться, можем разбираться с менеджментом и так далее, при этом не рискуя, что нас убьют. Первое, что есть на станции, это бар. В баре мы покупаем или продаем наших спутников. Например, покажу, вот, например, здесь хорошие тут спутники, сильные более, то у них зачастую есть перки. В данном случае мы видим мастер ближнего боя, то есть у него увеличенный урон в ближнем бою, хитиновая броня. То есть, такой, ну, сильный, достаточно боевой персонаж, который может хорошо сражаться в ближнем бою. Ближний бой как работает? Если мы поставим себе телепортер, то мы сможем с одного корабля перепрыгивать на другой, на корабль противника СТС, можно сражаться с ними вблизи, тем самым отвлекая их от починки корабля и тем самым рискуя то, что если мы в этот момент разрушим корабль противника, то мы потеряем своего бойца. То есть, тут есть разные опции, можно не стрелять, например, а проводить захват. Вот поэтому есть такие ближнебойные бойцы. В основном все остальные, какие-то техники, там, по двигателю, по щитам, по медицине и так далее. Также есть торговля, здесь мы покупаем оружие, покупаем расходники, например, ракеты и покупаем вот эту вот киду, лом и репликанты дрона для запуска дрона, если у нас будет установлен модуль управления дронами. Здесь мы можем починить корабль за деньги или улучшить корабль за деньги. То есть, соответственно, мы улучшаем его и чиним либо за деньги, либо за лом. У нас есть две опции. Общую концепцию игры, я думаю, вы представили, но есть важный элемент, который вы не почувствуете, если вы не играли сами. Я вам расскажу про него. Деньги и лом мы используем на усиление корабля, на починку корабля, на покупку новых спутников и на покупку новых оружий в том числе. Кроме того, расходуется еда постоянно. Причем, чем больше спутников, тем больше она быстро расходуется. Это можно компенсировать тем, что мы построим более сильный модуль жизнеобеспечения, но это, опять же, расходы лома и, соответственно, это, опять же, расходы, это нужно все одновременно делать. Параллельно с этим, пока мы все это делаем, пытаемся сделать все очень дорогое и очень даже не быстро прокачивается, у нас растет уровень разыскиваемости. Соответственно, мы не можем просто свободно выбрать систему и летать там бесконечно. Там, конечно, будут ивенты, когда можно будет сбросить эту разыскиваемость, например, помочь какой-то полиции и так далее. Но зачастую будет проблема в том, что вы будете постоянно искать деньги на оружие, при этом чиниться, при этом еще расходовать другие ресурсы. И все бы ничего, это нормально. Но при этом всем есть еще такой параметр, как еда, которой тратится нечадно. Причем еду мы рандомно добываем с противников. Если мы убиваем противника и еды не досталось, то может случиться такая ситуация, что мы, например, там полетали, 4 планеты там полетали, и потом у нас кончается еда, нужно лететь на станцию. А станция в этом мире одна на кучу локаций. Соответственно, грубо говоря, вот на все эти локации, вот здесь, на все, обычно одна станция. Наверное, не обычно, а, наверное, всегда, потому что у меня по-другому не было. Соответственно, нужно вот кончилось еда, нужно лететь сюда. Это расход времени, это рост разыскиваемости. И это, собственно, проблема в том, что мы тратим на еду ресурсы, которые должны были потратить либо на оружие, либо на усиление корабля и так далее. Соответственно, мы постоянно почти выбираем между тем, что мы будем прокачивать. Будем им прокачивать корабль, будем решать команду или будем покупать новое оружие. И поэтому очень часто, на самом деле и у меня, и из того, что я читал в стиме, у людей возникает проблема, потому что у них либо ничего нету вообще в плане того, что все пошло плохо, у них нету даже ни еды, ни экипажа, ничего. Либо, например, повезутся с экипажем, но на них тратится куча еды, из-за этого мы очень замедляемся по прокачке оружия. Или мы купили крутое оружие, все супер, но, например, у нас при этом нету ресурсов особых на прокачку корабля или там команда очень слабая, поэтому чинить корабль во время серьезных сражений очень сложно. И получается ситуация, что у нас такая очень выкрученная сложность, которая ничем не обосновывается. То есть ты постоянно начинаешь и во многих случаях игра тебе даже не дает шанса выиграть. То есть это рогалик, понятное дело, такое бывает во всех играх, но здесь как будто это происходит в каком-то очень-очень преувеличенном размере и это несколько расстраивает, потому что ты не хочешь переигрывать кучу раз просто из-за того, что механики работают так, что ты не можешь нормально развиваться. Здесь как-то это слишком выкрученно, играя даже на самой низкой сложности, пройти игру непросто, очень непросто. 8% игроков прошли игру хотя бы раз, 8%. Я понимаю, что всего пару дней, но здесь сюжетная кампания, насколько я читал, там длится всего 3 миссии. Я не проходил полностью, но я проходил так, что мне было написано, что я прошел 60%, а это, ну, по сути, я поиграл там 20 минут, наверное. Поэтому здесь кампания короткая, но при этом она не проходится очень многими людьми, просто потому что механики работают именно так. И нет какой-то серьезной прогрессии между забегами, поэтому игра находится в категории, которую я называю аддиктивной. Вот я думаю, почему у каждого такого заядового геймера есть игры, в которые вы играете не потому, что она прям суперинтересная, а потому что она затягивает. Но затягивает не в плане того, что она там дает какие-то яркие эмоции, а в плане того, что она бросает вызов. Вот здесь та же тема, то есть она такая аддиктивная в плане того, что тебе хочется пройти ее, чтобы доказать себе, что ты можешь и так далее. Но сам игровой процесс, мне кажется, он очень на любителя, потому что, когда забеги проигрываются просто так, без видимых ошибок со стороны игрока, это вызывает злость. Это неизбежно. У меня уже было очень много рогаликов на канале, поэтому вы знаете, что такую я не люблю. И вот, например, даже в моем любимом Trials of Fire такое тоже возможно, потому что бывает, ты не находишь никаких там нужных ресурсов, и ты просто оказываешься загнан в угол, потому что ты просто физически не можешь выиграть. И если там это редко происходит, вот здесь это происходит практически постоянно. Это очень печалит и на фоне не самого яркого геймплея, честно говоря, я бы сказал, что это ставит на игре определенный крест. Я понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что это классная стратегия, тут есть на чем подумать, есть на чем поработать. Я не спорю, у игры будут фанаты, несомненно, но в текущем балансе, мне кажется, что-то не так. Поэтому, если они пофиксят это патчами, то, возможно, игра станет более играбельной, и она будет интересной в контексте того, что можно будет поиграть на разных кораблях, разные миссии, может быть, они расширят функционал. Но нужно понимать, что версия уже 1.0, поэтому, скорее всего, над ее разработкой будет заниматься не очень активно, потому что у нее пока не очень-то много позитивных отзывов, ее будут не очень часто покупать, они будут получать не очень много денег, и вполне возможно, что они начнут развивать какой-то свой новый продукт. Так не должно работать, но так зачастую происходит. По итогу, в игре ужасный сюжет, вот эта вот механика, которая, честно говоря, очень-очень бесит, и не просто бесит, она просто убивает желание именно играть в игру ради удовольствия. Есть люди, которым она понравится, несомненно. Это фанаты космоса, фанаты фастер-зен-лайт, фанаты стратегии в целом, потому что здесь можно нарабатывать немножко скил, потому что изначально некоторые вещи менее понятны, соответственно, вы будете развиваться, и это будет давать огромную прогрессию. Но то, как все работает, скорее всего, не даст вам получить нормального удовольствия от игры, поэтому я игру в текущем виде не рекомендую. Если будут вводиться какие-то патчи по поводу вот этого баланса с едой и разыскиваемостью, чтобы это все работало как-то более гармонично, то, возможно, в игру можно будет залипнуть. Пока что игру я не советую, я бы оценил ее, наверное, где-то в 5 из 10, если такое оценивание уместно. И на этом все, ребят, я надеюсь, вам это видео понравилось. Пожалуйста, комментируйте, что вы думаете про эту игру. Можете рассказать про то, как вы играли в Faster Than Light, понравилась ли вам эта игра и много ли вы времени в ней провели. Ну и я в целом буду очень благодарен, если вы будете комментировать и ставить лайки, потому что я стараюсь для вас, я стараюсь, чтобы было интересно. На этом все, ребят, с вами был Зомби Вегас, всем хорошего настроения, до скорой встречи в новых видео, новых обзорах, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok